О том, как правильно утилизировать ртут, содержащий отходы, в частности ртутные градусники, нам расскажет главный технолог компании, которая в нашем городе занимается утилизацией, в нашей студии Алексей Лебедев. Добрый вечер, Алексей. Благодарю вас, что пришли сегодня к нам. Но вот смотрите, многие, те, кто жил в советское время, говорят, что все чуть ли не играли ртутью раньше. Получается, ртуть из градусника не такая опасная. Не стоит прямо бить тревогу, сразу же в МЧС звонить, если разбили градусник. Ртуть – вещество первого класса опасности. Она опасна в любом случае. Единственное, что она наиболее опасна в виде паров. Тогда она накапливается в организме гораздо быстрее, и в результате может быть отравление и, соответственно, какие-то неприятные последствия. Но в ртутном градуснике ведь не больше двух грамм, если я не ошибаюсь. В ртутном градуснике в стандартном около одного грамма. Если считать, что у нас ПДК воздуха атмосферного – это 0,003 мг, то один грамм загрязняет до уровня выше ПДК более 3 млн кубометров воздуха. Поэтому тут… Стоит задуматься, да? Да. Тогда, если сейчас молодежь что делает? Не только молодежь. Все есть в интернете. Вот у нас сказал герой, разбил градусник, можно загуглить, что делать. И если на самом деле посмотреть в интернете, то видео там ужасающее. Что происходит, если разбить градусник? Что делать? Куча советов. Давайте расскажем кировчанам, как правильно нужно действовать в таких ситуациях. Ну, в первую очередь, во-первых, нужно, если вы разбили термоэтр, нужно осмотреться, никуда не бежать сначала, посмотреть, что с ним произошло, чтобы не растащить это вообще по всей квартире. То есть посмотрели, увидели, да, что на вас не попало, вот она где-то здесь находится, значит, после этого уже начинаете собирать, если есть такая возможность, с собственными силами. То есть либо скотчем, либо резиновой грушей, наиболее крупные капельки собираете в банку с водой, закрываете крышкой. Ни в коем случае не надо сбрасывать в унитаз, в канализацию, тем более выбрасывать в мусорное ведро. После того, как вы видимые осколки собрали, видимую капельную ртуть собрали, наводите мыль на содовый раствор, 200 граммов хозяйственного мыла, 200 граммов соды. Это почти целый кусок, да, 200 граммов? Половина куска большого, да, его натираете в терку, в теплую воду, он разводится. После этого добавляете соду, это пол пачки стандартной, получается в данном случае это на 10 литров воды. И хлорка или белизна продается в бутылках, уже наведенную, то есть стакан 200 мл добавляете. Моете, если вы разбили на поверхности стола, либо чего-то еще, начинаете мыть сверху, то есть моете сначала поверхности стола, затем переходите к полу, ну, мебель и пол. Пол моете от стен к центру помещения. Если видите, что появляются шарики ртути, то есть если она осталась не собрана, вы ее увидите, собираете их точно так же грушей резиновой, либо скотчем. Не страшно, если рукой при этом задеть? Нет, через кожу она всасывается очень плохо, вот, в общем-то, наиболее опасно все-таки поры. Поэтому максимально быстро нужно собрать и проветривать помещение. Обработку проводить желательно несколько раз. В случае необходимости, для того, чтобы убедиться, что у вас действительно стало чисто в квартире, можно провести лабораторные исследования. То есть их делает центр гигиены, их делает наша лаборатория. То есть приедут специалисты, замеряют уровень? Да, они определяют наличие паров ртути у вас в помещении. Если будут превышения, будет определен источник. Может быть, вы где-то промыли некачественно. Куда-то закатилась под мебель, вам не захотелось ее двигать. Такие случаи бывают. Люди сделали, вроде все хорошо, приехали померили, нет. А вот у вас под диваном. И если говорить, это, естественно, услуга не бесплатная, замерить, если говорить о масштабах, это 100, 1000, 10 тысяч. Я не говорю, что точную цифру, да? Нет, стоимость исследования самого, это порядка 500 рублей. Для того, чтобы иметь понимание, кто очень переживает, вполне доступно. Для того, чтобы понять, чисто у вас в квартире или нет. Если градусник разбился, и ртуть упала на ворсистую поверхность, ковролин или ковер? В данном случае оттуда его просто так практически не снять. То есть его необходимо замачивать. Если вы будете это делать непосредственно на полу, то, скорее всего, он придет в негодность. Поэтому в данном случае здесь все-таки замена. То есть его желательно снять. А пылесос? Пылесос – это самая большая ошибка, которую можно сделать. Пылесос позволит вам эту ртуть, которая у вас была в виде капельки, распылить по всей квартире. И вы начнете дышать более интенсивно. То есть количество паров возрастает там многократно. А как? Ведь пылесос же засасывает вроде бы воздухом все, что есть. Он засасывает. Пыль, механические частицы он оставляет у себя на фильтре. Ртуть за счет того, что воздух теплый, пылесос горячий. Но он начинает испаряться более интенсивно. И все вылетает. Вот она что-то температура получается. Конечно. Если кто-то сейчас посмотрит нас и решит отказаться от ртутного градусника, его, я так понимаю, тоже нельзя просто так куда-то выкинуть, правильно? Конечно. Его также точно нужно сдать, как и лампы? Ну вот, на данный момент, значит, в городе, помимо контейнеров для энергосберегающих ламп, который был в сюжете, есть контейнеры большие. В них туда, помимо энергосберегающих ламп, можно помещать батарейки, можно помещать люминесцентные лампы прямые, вот ЛБ длинные. И есть отдельный отсек для термометров. А где эти контейнеры вообще можно найти? Хотя бы парочку адресов. Они были, ну, адреса, к сожалению, я не помню. Их устанавливали территориальные управления. Сейчас их около восьми должно быть установлено у нас в городе. Может быть уже больше, но восемь это точно есть. Поэтому, если хотят избавиться от термоэгра, можно его поместить в пластиковую бутылку, привезти к нам в офис, соответственно, и сдать. Ну, вы же понимаете, что сейчас, так как приемка это платная, это не секрет, то кировчанам, да и не только кировчанам, некоторым просто жалко денег на проезд, потом еще и нужно денег отдать, чтобы сдать. И многие, к сожалению, просто выбрасывают. Насколько это страшно? Ну, тут оценить так вот, насколько это страшно, нельзя. У кого-то может быть 10 термоэграторов. Были случаи, когда человек приходит, у него 10 медицинских термоэграторов. То есть, накапливались они много лет, вот он решил сдать. Если говорить об алгоритме, предположительно, что-то случилось, и человек не знает, что делать, куда ему звонить в такой ситуации? Ну, звонить, значит, по двум номерам. Это номер единой дежурной диспетчерской службы, это 64-00 и 48-00, либо 63-16-11, это акционерное общество Куприд, дежурные у нас там тоже есть. Если это ЧП, будем так его называть, случилось выходной день, у вас тоже есть сотрудники, которые смогут проконсультировать? Ну, или выехать? Ну, выехать при необходимости. И если это действительно что-то серьезное, то сотрудников вызывают, и они могут выехать, да, и провести необходимые мероприятия. В случае же, если это просто термоэгратор, то его собрать собственными силами, это более реально. Вот, но на серьезные аварийные мероприятия, связанные с ртутью, и какие-то происшествия, конечно, мы выезжаем в любое время. Скажите, если, предположим, ртуть самостоятельно собрали из градусника, это не так страшно, в выходной день, увезти ее к вам нет возможности, как, что с ней делать? Там, на окно, на подоконник там открыть, как? Значит, у вас баночка, либо бутылка. Стеклянная обязательно. Стеклянная, пластиковая, здесь не критично, главное, чтобы была плотная крышка, залить водой. После этого желательно поместить еще и в пакет. Завязать. В обычный полиэтиленовый. Да, в обычный полиэтиленовый пакет поместить и уже его убрать так, чтобы он был не на ходу, то есть, чтобы не было вероятности, что вы с этим пакетом или с этой банкой что-то сделаете. То есть, ну, уроните или там. То есть, можете поставить в шкаф на дальнюю полку, можете убрать на балкон, если есть там место. То есть, ну, туда, где люди не ходят постоянно. То есть, вот, чтобы потом, как у вас появилась возможность, вы ее взяли и спокойно отвезли. Я благодарю вас, Алексей, за ваши советы. Я думаю, что они обязательно пригодятся. Ситуации жизненные такие часто бывают. Я с вами прощаюсь.